Девчонки, всем-всем большой привет! С вами Катя и сегодня в видео я покажу вам свои покупки, которые мы совершили в городе Санкт-Петербурге. И расскажу также немножечко вкратце свои общие впечатления, наверное, по ходу видео. И давайте начнем. Заезжали мы там в Икею, конечно, если сравнивать Самарскую Икею, Нижнего Новгорода и Казанскую Икею, Питерская, она просто огромная. Она очень большая, то есть там столько товаров, мы особо, конечно, не гуляли, так мельком пробежались, но все-таки. И там мы купили вот такое вот полотенце, махровое банное, достаточно большое, стоит оно недорого, 199 рублей, хороший, приятный такой цвет, приятный ворс. Мы его уже постирали, ничего с ним не случилось, оно не селось, ничто. Понравилось то, что здесь есть такая вот петелька. Хорошая полотенце, у него хорошая впитываемость за такую цену. Если у нас в городе полотенце банное идут от 700 рублей за 200 рублей, я считаю, вообще отлично. Следующее, что купили, это были варежки. Я молодец, я не взяла варежки, взяла только перчатки, стоял такой хороший мороз. Вот мы купили варежки мне, такие хорошие, шерстяные, из натуральной шерсти, совсем-совсем не колючие. Они очень-очень теплые, на руке они смотрятся достаточно симпатично. Мне нравится под мой белый пуховик, самое то, хороший, приятный такой рисунок, орнамент, приятная расцветка, мне понравились. И уж насчет темы холода тоже, если разговаривать, то мы там снимали квартиру в Питере, и в квартире тоже было очень холодно. Я с собой брала шерстяные носки, а мой молодой человек их с собой не взял. И там мы ему купили тоже шерстяные носки, тоже 100% шерсть, красивые такие, большие. Вот они немного колючие для ножки, такие прямо хорошие, добротные, достаточно плотные, в них тепло, хорошо, но немножко колючатся. И последнее, что мы покупали уже, это такая сувенирная продукция была уже в общем-то сложности по большому счету. В магазине в Сите Леонардо купила вот такой вот ароматизатор сухой для платяного шкафа, для гардероба, скажем так. Так, с таким фруктовым ароматом, пахнет очень химозненько фруктами, ягодами, но запах приятный, и в шкафчике теперь такой приятный аромат. Он сделан, видите, по типу вешалки, только, к сожалению, у меня здесь уже порвалось. Там такой вот наполнитель. Ну, прикольная такая вещь, и в шкафчике теперь вкусно, приятно пахнет, на вешалочку он вот так вот вешается. Сеть Леонардо, конечно, магазин вообще такой классный, там такой разгул для творчества. У нас тоже в городе есть, конечно, большие магазины, но не настолько, чтобы было все, абсолютно все, что душа пожелает. И для мыла, для мыловарения, и для творчества, и резьба, и рисунок, и вышивка, чего только нет. Так вообще классно, красиво гуляла, 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 но деньгами мы особо не раскидывались, поэтому я вышивки никакие себе не покупала, купила только вот этот вот ароматизатор. Понравился в городе, потому что я у нас такого просто-напросто не видела. Для шкафа теперь такой приятный аромат стоит. Крошку взяла в подарок маме, это уже такая прямо сувенирная продукция, красивая, достаточно вместительная. Сувенирную продукцию мы покупали в буквоеде. Такая вот крошечка, календарики магнитные, правда часть мы уже вообще раздарили. Раздарили, то есть вот такие сувениры, которые уже остались маме, то я их вам покажу. Такой вот календарик, таких вот открыток тоже в буквоеде набрала тоже уже, в основном все раздарила. Красивые вот от Нева, разводные мосты, магнитиков, ну это как обычные, наверное, на холодильник повесить, чтобы память осталась, мне нравится. И закладку, это тоже подруге подарю. И последняя покупка, которую мы совершили в Питере, это был вот такой финский капучино. Если вам интересно, я могу потом снять на него обзор. Кофе просто высшее, оно такое вкусное, оно вот как вот в кафешке тебе кофе наливает, вот вообще стопроцентный вариант, точно такой же, на скафе здесь у нас в городе тоже такого просто не купишь, потому что только можно заказывать из интернет. Его люди привозят из Финляндии, потому что не делают его у нас в России, насколько я знаю. И это капучино, и он очень потрясающе вкусный, пахнет шоколадкой, обильную такую хорошую пену дает, без добавления сахара идет. Вообще, конечно, наверное, все-таки химозненький у него состав, но очень вкусная вещь. Мы его растягиваем, купили три упаковки, нам очень нравится. Мы первый раз попробовали, девочка привозила из Финляндии его. Мы попробовали, нам очень понравилось, купили его где-то в районе 300 рублей. Нашли только у одной девушки, потому что в финских магазинах стоит она дорого, в районе 400 рублей, если в интернете заказывать, то она стоит вообще 600 рублей. Вот растягиваем, в кофе очень вкусный, если любите, то присмотритесь. И рассказать, если что-то о общих впечатлениях, ни в какие музеи мы не попали. Была холодная, жутко холодная погода, и в первую очередь все-таки вот это вот все, это, конечно, приятно, но больше всего мы привезли эмоции. Это непередаваемые эмоции, это классная, потрясающая архитектура, очень красивый город, город манящий, зовущий город для влюбленных, как мне кажется, его нужно делить только вдвоем. Кафе, рестораны, столько всего, столько разных магазинов, столько иностранных граждан мы видели, город культурный, метро поразило, тоже, если могу только сравнить с Казанским и Самарским, метро очень глубокое, все чисто, все аккуратно, город красивый, город чистый, и архитектура, конечно, и Дворцовая площадь, Нева, это просто... Просто, ну, это счастье жить в таком красивом городе, счастье побывать в этом городе, потому что... Ну, мне не с чем просто сравнить этот город, я нигде больше такой красоты не видела, такой архитектуры нигде больше не видела. У нас вот город, он похожий, но он однотипный, он красивый тоже, но он не такой красивый, как Санкт-Петербург. Конечно, видно, что все делалось на высшем уровне, и эта атмосфера царит в этом городе, но ее просто не передать, мне кажется, словами, потому что город влюбляет в себя, это однозначно, и плюс к тому мы были зимой, была холодная погода, и все равно город оставил такое приятное впечатление, только единственное, мы ездили на авто, и мы немножко устали от дороги, а так в целом сам город вообще ничего себе плохого не оставил, но много было очень народу, да, толпа туристов на Невском, спас на крови, я вообще, я влюбилась в этот храм, в этот собор, не знаю, как правильно, храм или собор, девчонки, если что меня поправьте, но потрясающе красивой красоты, внутрь мы не заходили, в музей, говорю, мы никуда не попали, в кунсткамеру хотели, и хотели в дом музея Пушкина, в дом музея Пушкина не было билетов, в кунсткамеру первый день приехали, там была просто толкучка, и мы туда прошли, оказалось, что билетов вообще уже нет, на второй день приехали, была просто огромная очередь, причем стоял такой хороший трескучий мороз, если первый день мы передвигались на метро, второй день мы поехали просто на машине, потому что, ну, невозможно было холодно, от квартиры до метро нужно было топать 40 минут, если не передвигаться на общественном транспорте, все равно как-то особо не ориентируешься, и шли мы пешком, еще там первый день заплутали, все, потерялись немножко, город очень большой, метро столько веток, и метро так красиво оформленный, к Новому году город вообще тоже был так красиво украшен, в каждом районе елка, все настолько красиво, настолько запомнился город, я влюбилась в него, мне хочется обязательно туда вернуться летом, и я счастлива, что моя мечта исполнилась, такие вот покупочки у нас были, самая масштабная была покупка, это мы моему молодому человеку купили обувь за 6 тысяч, с копейками, там что-то такое, потому что его от реагентов как-то развалилось, что ли, пешком много ходили, решили купить обувь, поэтому мне как таковых больше вещей ничего не покупали, вот ему купили такая вот у нас вынужденная покупка, получилась в какой-то степени, и так все равно ехали больше за эмоциями, поэтому такие вот покупочки были, спасибо всем большое за просмотр, я надеюсь видео вам было интересным, спасибо всем большое за просмотр еще раз, и пока-пока, увидимся в следующих ролях.